Всем привет, меня зовут Синжана и сегодня у нас выпуск читаю-рассказываю и в этот раз мы обсуждаем Козалет книгу первую, господи, Элизабет Джейн Говард, я даже не посмотрела кто автор, прям точно. Первая часть называется Беззаботные годы. Книжка у меня появилась, господи, благодаря Маше, и я собиралась читать Козалет в принципе, у меня стояла она в планах. Я посмотрела, что там пять книг, а я же к сериям очень тяжело отношусь, мне все время так, ооо, пять-три-четыре книги, вот это вот все. Я такая, ну когда-нибудь прочитаю, короче, когда-нибудь. Понятно, что примерно никогда, возможно, но даже у меня она лежала скачанная, но руки все не доходили. Я как-то упомянула Маше, что я хочу прочитать, но это же серия, и мне как бы, ну так, вот, а потом она мне присылает, в общем, вот именно ее, я не знала, что она мне пришлет, и я открыла этом Козалет. Мне еще так нравится обложка, и я такая, читать все-таки, мне придется ее читать, наконец-то я ее прочитаю. Маше надо было просто мне сразу сказать, что это семейный роман, британский, что это британская литература. Я даже потом пошла на Гудриц, посмотрела, и оказывается, Анастасия Завозова выставила этой книге отличную оценку, то ли 4 из 5, то ли даже 5 из 5. Я такая, ой, а чего так я не видела? Почему я не знала? Я бы давно бы взялась читать, даже не откладывала бы в долгий ящик. Все равно у меня были страхи, что, ну, как бы, серия, 5 книг, а вдруг это будет как дом на Манго-стрит, или как называется этот роман, в общем, неудачный. Потом, когда, в общем, я взяла эту книгу в руки, распаковала подарок, взяла эту книгу в руки, я ее переворачиваю, а здесь, что это подарок для поклонников саги о Форсайтах и аббатства Даунтон, я такая, что? Нет, ну, сагу я еще не читала, она у меня еще лежит в планах, но аббатство Даунтон я просто обожаю. И тут идут отзывы от Барнса и от Акрайда. Просто два моих любимых писателя написали хороший отзыв на эту книгу, и я такая, так, ну, Маше надо было просто сразу сказать, что там роман похвалили Барнс и Акрайд. Короче, я начала, и это совершенно прекрасно. Это, опять же, для любителей британской прозы и для любителей семейного романа, да, я вот даже тут позакладывала, но я когда взялась читать, что это семейный роман, я подумала, что, может быть, это будет более просто написано. Может быть, здесь не будет какой-то, знаете, такой элегантности, которая характерна для британцев, и при этом какой-то вот тонкой-тонкой ироничности, которая характерна в описаниях персонажей, их поступков для британской литературы. Но нет, здесь вообще все с этим в порядке. Обожаю британцев, и я вот себе даже отметила какие-то места. Сейчас вам просто придется терпеть и слушать, как я их зачитываю, потому что это что-то честно. Это вот то, за что я люблю британскую литературу. В свои 14 лет Луиза иногда чувствовала себя очень юной и готовой ко всему, а иногда истомленной годами, изнуренной, когда требовалось сделать то, чего от нее не ждали. Потом вот идет про ее мать, но избавление от самой идеи выбора, или, по крайней мере, избавление от необходимости выбирать после первых же свиданий, придало ее поведению желательную степень долга. Она была серьезной натурой, обреченной на жизнь более поверхностной, чем мог бы выдержать ее характер. Там у Луизы есть младшая сестра, и вот это я обожаю фразу, конечно. Лидия обожала Луизу, потому что она была ужасно взрослая, и зимой носила чулки. У нас здесь есть огромная семья, слава богу, здесь вначале, вот специально для таких, как я, ой, у меня тут уже отклеилась наклеечка, я просто хочу сохранить здесь наклеечку Маши. Здесь просто есть генеалогическое древо, сразу, спасибо большое, и есть вот такая штука, обожаю, когда так делают, когда в романах очень много лиц действующих, потому что, когда начинается действие, ты сразу погружаешься в жизнь. То есть тебе не подводят, что вот тут есть такой-то чувак, у него такая-то жена, такие-то дети. Нет, ты сразу вот в семейную жизнь падаешь, там начинается вот это вот Вилли, Луиза, Тедди, Лидия, и ты такой, господи, кто это, что это, почему так много? Я просто первой странице постоянно бегала вот сюда, и сейчас уже как-то более-менее сориентировалась. Там, на самом деле, достаточно быстро к ним привыкаешь, и достаточно быстро начинаешь различать, кто где, кто чей сын, кто чья жена, где чьи дети. У нас здесь, получается, есть самая старая пара, Уильям Козалет, как раз его жена, их все называют Брик и Дюши. Потом у нас есть их дети, это три сына и дочь, получается, четверо детей. Три сына это Хью, Эдвард и Руперт, и у этих сыновей есть жены, и у этих пар, этих сыновей есть еще свои дети, там по двое, по трое. У третьего еще есть вторая жена, потому что первая жена умерла родами, вот сейчас мы как бы видим его именно со второй женой Зоуи. Что еще? Еще здесь есть Рэйчел, это вот как раз три брата, и есть еще сестра, но она не замужем, она живет с родителями, в общем-то, ухаживает за родителями, я так понимаю, всю свою жизнь, ей 38 уже она положила именно на родителей. Такая девушка, которая осталась дома на радость своим родителям. Не сказала бы, что это прям супер аристократичная семья, то есть, например, об адство Даунтон, там все-таки класс повыше, ну, там очень титулованные люди здесь, они занимаются торговлей лесом, то есть, это, видимо, чуть-чуть класс пониже, они занимаются именно торговлей, а не землевладельцы, вот так скажем. Но при этом, да, они очень богатые и, ну, достаточно богатые, скажем так. Могут себе позволить задержать, то есть, дом в Лондоне, летний дом, куда вот они все потом едут всей семьей. Начинаем мы с жизни в Лондоне, начинаем мы именно с семьи второго брата Седварда, там вот дети Луиза, Лидия, Тедди. Потом после Лондона время действия уходят вот в летний дом, то есть, вот первая треть книги, первая треть романа, она получается два местодействия. Это Лондон, это в основном дом второго брата, и сейчас они все, как бы вот у них наступил сезон, каникулы летние, они все едут летом отдыхать в этот летний дом. Там какой-то очень большой дом, они все там 17 человек или сколько их собираются, там слуги, этих слуги, тех слуги, четвертых, слуги пятых, в общем, все, все собираются. И на самом деле, мне кажется, мне кажется, что аббатство Даунтон очень сильно вдохновлялись именно вот этой серией. Я еще не читала сагу о Форсайте, поэтому ничего не могу сказать, но могу сказать, что здесь есть, например, образы, которые прям, это четко образы аббатства Даунтон. Начиная даже с девочки на кухне, там, здесь ее зовут Доти, в аббатстве Даунтон она Дейзи, и вот это прямо один в один, вот один в один образ. Здесь есть образ старшей горничной, ну как старшей, да, старшей Айлин, и мне тоже она очень сильно напоминает как раз образы, господи, я забыла, как ее звать, честно. Анны, образ Анны в аббатстве Даунтон. Даже, кстати, смотрите, Айлин Анна, Доти Дейзи. Рептилоиды вошли в чат просто. Короче, вот очень сильно, мне кажется, вдохновлялось апбатство Даунтон именно вот этой серией. Как бы три брака абсолютно разные, в то же время вот как они живут, восторг, мне очень нравится. И мне очень нравятся дети, здесь прям обожаю вот эти семейные, конечно, истории, когда их очень-очень много. Здесь, наверное, из всех детей мне очень нравится Поли. Она просто лапонька и такая прекрасная девочка. Я влюблена, надеюсь, у нее будет хорошая жизнь. Но вообще вот это вот детство и взрослая жизнь очень классно переданы именно атмосферой. Вообще, когда ты начинаешь роман читать, ты сразу падаешь в атмосферу 20 века, начало 20 века, вот этой жизни, это описание комнат, описание как вот их распорядок дня. То есть, чем занимаются дети. Они там сначала занимаются с учительницей, потом они там гуляют, потом у них приходят родители, там укладывают их спать. Вот это все и стакан молока на ночь. Взрослая жизнь, то есть, например, Вилли едет за нарядами, Эндеверт едет в офис, потом они едут в театр, потом они едут в гости там каким-то своим друзьям. Это очень круто показано и это очень атмосферно. Прям вот действительно такая семейная жизнь начала 20 века именно британской большой семьи с хорошим достатком. Достаток Руперта денежный, там, конечно, большой вопрос. Но я так понимаю, это младший сын, он еще художник, он работает подавателем рисования и там, вероятно, какие-то безусловно трудности с деньгами. О, ветерочек, да, боже мой, да, пожалуйста, больше, больше. Так вот, про детей. Так мне понравился, там есть эпизод, и ты как бы сразу эту картину детства перед собой рисуешь. Очень живая она картина. То, как они, например, там после занятий с гувернанткой девочки идут в зоомагазин, там Луиза покупает сама, Полли покупает, она очень сильно, обожаю Полли, она очень сильно мечтает о своей квартире, что она когда-нибудь будет жить в своей квартире, покупает там разные антикварные вещички на все свои последние карманные деньги. Какие-то тарелки, подсвечники, у нее комната забита этим барахлом уже. Как она любит своего кота Помпея, потом Луиза, вообще, конечно, своевольная такая девица, очень с характером уже с детства, ей 13 лет, то есть вот там идет, получается, дети примерно, ну, как бы по возрастам, то есть там есть вот девочки 13, 12, 12, и есть младшие, им там по 6, по 7, и есть мальчики, им по 14, по 15, вот так вот. Ну, мальчики в школе, они вот только появились, когда они приехали все в летний дом, а до этого в городе, как бы, живут только девочки. Луиза, да, Луиза обожает Шекспира, знает его всего наизусть, постоянно его читает, и, боже мой, она постоянно читает Остин, она мечтает о этой актрисе, и постоянно читает Остин, она читает доводы рассудка, а вот в летний дом, когда они едут на лето на каникулы, она берет с собой разум и чувство, что, как бы, она давно его не перечитывала, этот роман, я просто такая, боже, Луиза, моя девочка. Вот. Ну, очень нравится. Пошла читать дальше. Все, я прочитала вторую-третью романа, точнее, как бы, вот, вторая-третья романа, а я уже вот здесь, я прочитала уже немножечко больше, потому что я, когда закончила вторую-третью, ну, остановиться я просто не смогла. И это была очень интересная треть по эмоциям, потому что, блин, у меня такой ветер, надеюсь, его не будет слишком сильно слышно, потому что вот первая треть, она какая-то очень уютная, очень мягкая, очень славная. Там есть какие-то свои проблемы, ты видишь там вот эти вот подводные камни, которые, возможно, потом вот выплывут уже, но все равно какое-то настроение, знаете, песни Белой Гвардии и Кузнечик. Вот. Тут даже есть сцена, по-моему, я ее даже заложила, где они сидят все, и это вот реально вот эта песня, только, ну, английский антураж. Хью и Эдвард заняли теннисный корт, Вилли и Дюши играли в четыре руки на двух фортепиано концерта Баха, Сибилл и Рэйчел краили ночные рубашки на столе в маленькой столовой. Я не читал отрывки из мира детской слуха Лен, пока-то гладила белье. Брик, сидя в кабинете, писал главу о Бирме и ее тиковых лесах для своей книги. Жаркий золотистый день с небесами безупречной лазурью. Клонился к вечеру с удлинившимися тенями, комарами, мошкарой и визитами молодых кроликов в сад. Роскошно. И вот это настроение, оно вот это вот вся первая треть. А потом, а потом что-то происходит. И сначала там случается вот этот поворот, связанный с Рэйчел, с сестрой вот этих троих братьев. Причем ты такой, о, у нее тоже есть романтические отношения, как прикольно. А потом ты такой, о, вот это внезапно. То есть это не плохой вот этот поворот, это вообще нормально, но это было неожиданно. То есть там просто есть такая интрига вначале, ты не понимаешь, что это, а потом такой, ничего себе. Вот это да. Потом самое главное, ты просто видишь, как вот эти семьи, и как у них не все в порядке, становится у них прям совсем не все в порядке. При этом, при этом, тоже я где-то здесь заложила, потому что вот это очень хорошо описывает. Вот, недомолвки, скрытности и утаивания, как неотъемлемая часть жизни семьи Козалет существовали лишь в подкреплении родственных уз и хороших манер. Тут реально творится такое, отчего мне просто хотелось орать, орать раненым теродактилем. А они как бы, как ни в чем не бывало. То есть семья, по сути, ничего не знает, что происходит внутри этой семьи. Там есть сцена совершенно замечательная, где они сидят за ужином, и автор прямо прописывает, что Хью вот сказал вот это, это, но не поделился вот этим. Руперт говорил вот это, вот это, но не поделился вот этим. Эдвард рассказал вот это, вот это, но, естественно, не рассказал то, что он там творит. Потом там Рэйчел, бла-бла-бла тоже, и Вилли, и, короче. Я вот вообще собиралась садиться как бы с другим настроением сейчас рассказывать и рассказать там про то, как мне нравится атмосфера, про то, как атмосфера детства уходит, и, например, приходит атмосфера взросления. Тут появляются уже молодые девушки из 16, 17, 18 лет. Да, Луиза, вот эти девочки, они тоже уже растут, у них появляются первые месячные, это очень классно описано. Вот этот момент взросления именно девочки, девушки и женщины очень классно показан. Но потом я вспомнила Эдварда, и меня просто порвало. Причем Маша мне сначала такая пишет, ну что, как тебе, как тебе Эдвард? Я такая интересна, почему она спрашивает именно про Эдварда? Да, как бы он не подарок вообще, то есть он там творит определенные вещи, которые ты такой смотришь и думаешь, ну блин, ты не очень чувак. Но, в общем-то, это не вызывало каких-то ощущений именно достать топор. Я такая, ну и написала Маше, что вот так и так. Она такая, ну, все, читай дальше, типа, дальше там твое мнение некоторых персонально, оно, конечно, поменяется. Я такая, нет, ну, наверное, это хорошо, потому что это семейная сага, и, естественно, будет прикольно посмотреть, как они все меняются, и как ты меняешься вместе с этими героями, и твои отношения к ним меняются. Я такая, блин, это прикольно должно быть. Читаю дальше. И вчера я читаю, и там идет первая сцена, вот это вот, и я просто заскриниваю ее срочно, посылаю Маше и просто пишу, what the fuck, что это вообще такое? Ну, я вот сейчас стараюсь вам максимально не спойлерить, просто свои эмоции передать. Я еще не знаю, что там будет дальше, я просто думаю, ну, это что-то случайное, это что-то маленькое. Вот, а потом дальше читаю, и просто... Потом я дальше читаю, снова заскриниваю срочно с шлемашей, и пишу, что вообще происходит, как так, короче, Эдвард. И дальше у меня, если честно, уже с трудом, у меня нет цензурных слов, честное слово, потому что это ужасно, это отвратительно, и это отстой, и то, что он делает, это так неожиданно. Он, возможно, действительно изначально не очень хороший человек, но такого ты не ожидаешь, ты думаешь, блин. И вот эта скрытность в этой семье, вот об этом же, естественно, не поговорят, а, естественно, об этом никто не узнает, а как бы герои, они уже не в порядке от того, что происходит. Блин, это было неожиданно, честно. Когда ты начинаешь читать этот роман, ты не ожидаешь, что будет такое, потому что ты начинаешь читать и думаешь, ой, ну это будет милота такая же, как Аббаста Даунтона. Нет, на самом деле нет. Дальше роман становится более жестоким в эмоциональном плане, и более откровенным, действительно, он уже не прикрывается вот этой всей мишурой прекрасного английского поместья. В этом плане, кстати, мне очень это напомнило Аткинсон, как она пишет свою идеологию «Жизнь после жизни» и «Боги среди людей», то есть то, как она тоже действительно пишет эту прекрасную английскую семью и все это настроение английского дома, но внутри там происходят сложные вещи, и здесь, на самом деле, то же самое. Здесь Аббаста Даунтон, конечно, просто курит в сторонке, ей-богу. Здесь есть сцена, которая настолько унизительна к одной из женщин, одной из героинь вот этих вот, тоже, чтобы вам не спойлерить, чтобы вы читали потом с удовольствием, но ты просто читаешь, а героиня, она засовывает голову в песок, как страус, и тебе так как бы неприятно, вот ты понимаешь, что происходит, а она отказывается, сама это видит, она отказывается даже не специально, потому что у неё где-то на затворках уже мелькают мысли, но она просто вот как бы отрицает, она максимально внутренне ещё не понимает, но уже отрицает, и из-за этого как бы, ну, делает вид, что всё в порядке, а ты просто видишь, как это унизительно, и ты такой просто, блин, ну, ну, что с тобой всё так, ну, почему всё так? Это некая поверхностность помогает этой семье держаться, потому что семья очень большая, и действительно, если бы они все начали высказывать то, что они думают, тут просто случился бы Магедон, точно, а так они как бы сохраняют свои отношения, и вот очередной вечер, они все собираются, и вроде бы приятно, тепло и уютно, но ты понимаешь, что уже вот всё не так, определённо не так, и, конечно, вот военная тема, она постепенно приходит в этот роман, то есть изначально здесь у нас были отголоски Старой войны, и мне, как фанату Первой мировой войны, нравится то, что вот здесь есть какие-то определённые воспоминания, то, что, например, Хью несёт вообще, в принципе, травмы после Первой мировой войны, и как это сформировало его, как человека в том числе, как Сибилл, его жена, живёт с Хью, с прошедшим ту войну, но постепенно подбирается вот эта Вторая война, и здесь очень классно показано, как вначале никто не верил, что она будет, как все говорили, что, ой, уже одна большая, Великая война, в общем-то, это у нас, как бы эта война не очень сильно известна, но Англия очень хорошо помнит ту войну, она для неё действительно очень важна, и они так её и называют, Великая война. Они такие, что, ой, нет, Великая война уже была, и как бы никто не захочет повторять этот опыт, а ты знаешь, что всё повторится и ещё хуже будет. И ты просто тоже такой, блин, герой, мне уже заранее вас жалко, честное слово. И вот, в общем, как эта война подбирается к ним постепенно, как они постепенно понимают, что кажется, всё повторится, кажется, что это ещё раз будет, как они срочно уезжают из Лондона, как они пытаются построить сценарий вот этой будущей своей жизни в рамках войны. Те, кто делают ставку именно на войну, это очень классно показано. И даже в рамках одной семьи, как мнения разделяются, как кто верит, что будет война, а кто не верит, что будет война. Очень прикольно. Мне по-прежнему нравится пара Хью и Сибилл. По-моему, они из всех там нездоровых, они меньше нездоровые, я бы сказала. То есть какие-то вот они всё-таки приятные. Пока, по крайней мере, там ничего не произошло. Я надеюсь, что так и останется. И, в принципе, у них, мне кажется, самые нормальные дети. Потому что Поли просто душечка. Как она была душечкой, так она и осталась душечкой. Саймон, ну, конечно, ему ещё мало лет. То есть он ещё даже не такой прям подросток-подросток. Но он вот тоже такой трогательный мальчик. И я немножечко волнуюсь, что опять его тоже покорежут. Потому что там есть Тедди, который просто... Ладно, второй папаша, короче. Клэри мне очень нравится. Ну, короче, вот дети – это ещё одна линия, от которой я в дичайшем восторге. Потому что дети сейчас растут. Плюс здесь появляются ещё дети. То есть у нас здесь у Виолы, у Вилли, это жена как раз Эдварда, жена второго брата. У неё есть сестра Джессика. И вот тут дальше как бы вторая-третья романа. Это 1938 год получается. Там был 37-й, здесь 38-й. Приезжает вот эта Джессика со своей семьёй отдыхать к Вилли. Её муж Джессики, Реймонд, просто слушайте и не запоминайте эти имена, потому что вы их сейчас однозначно не запомните. И если вы начнете читать, вы в них разберётесь. Появляется вот эта Джессика, тоже интересный, тоже интересный брак, тоже со своими проблемами. И появляются дети. Там есть очень интересный герой. Там есть Анжела, которая это просто вторая Зоуи. Это Зоуи, жена третьего брата. Жена третьего брата Руперта, который страдает от того, что он не художник, хотя он как бы любит живопись. В общем, среди этих детей есть Нора, которая хочет стать монахиней. Кристофер, которая вообще просто хочет свалить из семьи, потому что его задолбал его папаша. Кристофер, который вступает в войну с Тедди, потому что они там определённую вещь не поделили. Между ними, в общем, этот Саймон болтается, просто такой, а-а-а. Короче, вот всё это действительно взросление. Взросление тяжёлое, потому что детей очень много. И понятное дело, что когда так много детей, а их там человек 10, мне кажется, я сейчас точно не назову, я просто сейчас не полезу даже считать, но их много. И понятное дело, что когда вот так много людей, когда человек больше, чем 5, уже не складывается такая единая компания, и происходит вот это разделение на фракции, и дети начинают делиться. И ты видишь, общаются, как они друг с другом, как они там отходят друг от друга, как одна дружба была, постепенно она распадается, формируются другие связи. Тоже очень классно. И, конечно, взросление местами очень жёстко, местами очень болезненно. У Луизы во взрослении был определённый эпизод, который, мне кажется, тоже... Боже, оса. Блин, только не осы. Тоже повлияли на неё как личность. С Луизой там вообще всё суперсложно. Я очень сильно за неё волнуюсь. Это только первая книга. Там ещё четыре, и я не знаю, что там будет дальше. Короче, как вы поняли, вторая треть очень насыщенная. Я пошла читать последнюю треть. Всё, я дочитала этот совершенно чудеснейший роман. Я в такой благодарности Маше, что она всё-таки прислала мне его. Ну, то есть я когда-нибудь его бы прочитала, но мне кажется, я нескоро бы до него дошла из-за того, что это серия. Вы знаете, как я отношусь к сериям. А так она мне прислала этот роман, и я просто вынуждена его читать. И это... Ну, это просто вообще... Такие восторги. Мне так понравилось. Какой-то очень грустный конец. Не то, чтобы он прям грустный-грустный, но он навеянный такой некой печалью и самим образом достаточно печальный. Да, в последней третьей нет уже таких прям, знаете, вот это поворотов, от которых у тебя просто челюсть отпадает и валится на пол. Но всё как-то очень... щемяще грустненько. Да, наверное, вот так можно описать. Очень, конечно, всё это по-прежнему по-семейному. Немножечко уже раскрываются души. Мне это, кстати, очень понравилось. Я здесь, по-моему, даже выделила, да. Здесь очень классный идёт отрывок о викторианских женщинах. Дюши принадлежала к поколению и полу, мнение которого никогда не спрашивали по вопросам более серьёзным, чем детские болезни и другие домашние заботы. Но это не значило, что такового мнения у неё нет. Оно просто входило в обширный сывод тем, которые женщины никогда не упоминали, а тем более не обсуждали. Не то, чтобы, как в случае с телесными отправлениями, это было неприлично, просто когда речь шла о политике и общих вопросах управления родом человеческим, любые обсуждения оставались бесполезными. Женщины знали, что мужчины правят миром. Обладают властью и, будучи испорченными ей, при наличии малейшего повода борются за то, чтобы иметь ещё больше власти. А жизнь самих женщин пронизана несправедливостью насквозь, как леденцовая палочка Тиморского курорта, буквами, составляющими его название. Прекрасный совершенно пассаж по поводу викторианских женщин, по поводу именно вот этого викторианского воспитания, в том числе и самого воспитания дюши, то есть главы этого семейства, главной женщины в этой семье, самой старой. И ты как бы действительно понимаешь, что вообще викторианство женщины чувствовали, женщины много чего думали, много чего знали, но, естественно, зачастую положение дела оставалось вот таким вот подобным образом. Там есть небольшой сюжетный поворот, связанный с ещё одной беременностью, с довольно-таки, не то чтобы неожиданной, но сама героиня это очень тяжело переживает, пытается с этим как-то смириться и вообще переживает своё положение в семье, своё ощущение в замужестве. И, конечно, это очень интересно наблюдать за тем, как она всё это переваривает в себе, и как она, ну, спотыкается об эту беременность, потому что её никто, и в том числе и муж, даже не спросил вообще, хочет ли она этого ребёнка. И вообще по поводу беременности и рождения здесь есть прикольные моменты, потому что мне очень нравится, как Элизабет Джейн Говард, я так и не выучила автора этой серии, она пишет, в принципе, о беременности и родах. То есть она не пишет, что это замечательная прогулочка в прекрасную страну Радуг. Нет, как бы это больно, это жестоко, женщине плохо. Ну, у всех, конечно, по-разному, но иногда ты действительно помнишь всё, и тебе совсем не хочется с этим сталкиваться снова. И, наверное, в последний третий мне очень понравилась метаморфоза, которая произошла с одной из героинь, с женой самого младшего брата, с Зоуей, вот с той самой красавицей, которая такая была немножечко пустоголовая дурочка, которая, в общем-то, ничего не умела, ничего не хотела уметь, и жила только своей красотой. Она сталкивается с ситуацией, когда её красота, ну, и довела её до определённой ситуации. Столкнувшись с ней, попав в неё, она, как бы, наконец-то получает вот эта душа от холодной воды, которая её охлаждает, и она, наконец-то, открывает глаза и понимает, что, в общем-то, у неё прекрасный муж, что она, извините меня, капризная подростковая стерва до этого была, и она как-то начинает вести себя по-человечески, в том числе по отношению к детям мужа, как бы от первой жены. В общем, мне понравилась вот эта линия, она сделана действительно очень прикольно. И вообще здесь все линии замечательные. Я всё жду, когда раскроется линия Луизы и тоже её отношения с её родителями, но это, наверное, будет уже в последующих книгах. И совершенно прекрасно. В общем, я, наверное, хочу в конце сказать, что мне очень, конечно же, понравилось. Я в восторге. Я уже жду, когда ко мне приедут оставшиеся части, и я уже начну их потихоньку читать. Я, наверное, на них отдельные выпуски уже делать не буду, просто буду их читать в обычном режиме и потом в конечных итогах месяца буду говорить. Это для любителей британской литературы, это для любителей британской женской прозы, причём она очень хорошо написана. Эта книга написана в 90-е, но местами ты прям вот эту связь с тем, что эта книга в 90-х теряешь и попадаешь как будто бы реально в роман, написанный в 30-е годы, в конце 30-х годов. Действительно очень элегантно, очень изящно местами, очень подробно. И вот здесь стоит сказать, что если, конечно, вы категорически противник романов с большим описанием, что надела, какой чай выпила, какие семейные дела нужно выполнить, утром составила список, и вот это всё вам, наверное, не очень зайдёт, потому что это очень неторопливый рассказ. Это вот прям, знаете, у меня вообще складывается ощущение, что действительно автор как бы заранее продумала всю историю, и она никуда не торопится, и она спокойно всё, что нужно, прописывает. Но мне это нравится, потому что это как раз, знаете, мелочи жизни. И вот из этих вот мелочей составление списков дел, вышитых пододеяльников. Вот это всё, это жизнь. Невероятно жизнелюбивый роман. Он сложный по психологии, потому что когда ты начинаешь задумываться над отношениями в этих семейных парах, над тем, как они растят своих детей, над отношениями детей, в том числе, почему дети такие. Тот же Тедди, например, который вообще не мой самый любимый ребёнок, в последний третий как бы описывается, почему он такой. Ты тоже понимаешь его, но просто надеешься и молишься, чтобы он не стал таким, как его отец. Какая-то прям невероятная красота. Ну да, если вы не любите такие прям суперподробные тексты, которые могут показаться вам занудными, неспешащими, то, конечно, вам, наверное, не зайдёт. Но для любителей британской прозы, британской женской прозы, для любителей аббатства Даунтон, опять же, да, хотя это жёстче, чем аббатство Даунтон, читается очень легко, читается очень приятно. И на удивление, несмотря на то, что это бытовой роман, как бы это семейный роман, к нему хочется вернуться. То есть я начала вот прошлые выходные, и всю неделю я такая, так, 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 что же там, что же там надо поскорее, поскорее выходные, я там наконец-то почитаю, узнаю, что там дальше с ними, со всеми. То есть как дальше жизнь течёт. И это очень тоже классное ощущение. И вот книга здесь ничуть не уступает каким-то, знаете, экшоном, процентно-триллерной. Заканчиваю. Обязательно читайте. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. До следующего выпуска.